В России всегда врут. Это не просто историческая традиция, это состояние системы, в которой ложь – фундаментальный элемент выживания. Ее повторяют с высоких трибун, произносят в новостях и вплетают в повседневные разговоры. Ложь здесь как воздух, никто ее не замечает, но без нее невозможно дышать. Василий Шукшин еще в конце 60-х прошлого века горько подметил советские реалии. Ложь, ложь, ложь. Ложь во спасение. Ложь во искупление вины. Ложь достижения цели. Ложь карьера, благополучие, ордена, квартира. Ложь. Вся Россия покрылась ложью, как коростой. Прошли десятилетия, но это описание не утратило своей силы. Когда в позднем совке с высоких трибун говорили о светлом будущем, то никто уже не верил в эти слова. Не те, кто их произносил, и не те, кто слушал. Это было время всеобщей апатии, когда система, погрузившаяся в ритуалы лжи, казалась вечной. Но что происходит сейчас? Современная Россия вроде бы повторяет эту модель. Снова слышны громкие слова о великой миссии, традиционных ценностях и борьбе с Западом. Но верят ли россияне власти? Или это уже игра, в которую все вовлечены не по убеждению, а по инерции? Интересно, можем ли мы проводить параллели с СССР? Или современная Россия имеет свои особенности, которые делают ее уникальной? И эта уникальность точно не комплимент. Так как же обстоят дела? Россияне все еще верят власти? Или спектакль продолжается, но вера давно исчезла? Сейчас разберемся. Это канал Хрендяблики. Подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео, в которых мы кладем на лопатки российскую пропаганду и разбиваем исторические мифы в пух и прах. Ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. А если хотите поддержать авторов на Патреон и Баймия Кофи, то ссылки есть в описании и первом комментарии. Ну и, конечно же, самое главное. Отправляйте донаты защитникам Украины. Ложь. В России это не просто инструмент. Это ее краеугольный камень. Когда власть сталкивается с противоречиями, которые не может устранить, ложь становится универсальным решением. Достаточно лишь создать иллюзию, которая будет существовать вместо реальности. Возьмем отмену крепостного права в 1861 году. Реформа объявлялась как шаг к свободе. Но крестьяне оказались в еще большей зависимости, вынужденные выплачивать огромные выкупные платежи. Ложь о свободе скрывала суть. Это был не шаг к равенству, а попытка сохранить контроль над обществом и предотвратить бунты. Советский Союз сделал ложь фундаментом своей идеологии. Государство декларировало, что строит общество равенства, где все трудятся ради общего блага, а страна движется к светлому будущему. Но за этими лозунгами скрывались массовые репрессии, дефицит, бедность, убогость, несвобода и прочие радости тоталитарного строя. Ложь тогда не только приукрашивала действительность, но и заменяла ее, превращаясь в обязательный ритуал. Люди могли не верить словам о победах социализма, но были вынуждены жить так, будто верят, чтобы избежать столкновения с системой. Современная Россия унаследовала этот механизм, но добавила в него новый слой. Ложь здесь кажется лишенной цинизма. Ее произносят с таким убеждением, что создается впечатление искренности. Владимир Путин, судя по всему, действительно верит в то, что говорит. Для него особый путь, духовные скрепы и борьба с западом – это не просто лозунги, а основа его картины мира. Но в этом кроется парадокс. Искренность не делает ложь менее циничной. Сама система остается глубоко прагматичной. Она использует ложь не для убеждения, а чтобы подавить любые альтернативы, заполняя собой все пространство. Это создает иллюзию стабильности, которая кажется прочной, пока ей не бросают вызов. Советский опыт показывает, что ложь может быть эффективной только до определенного момента, когда реальность становится слишком очевидной. Но в современной России ситуация сложнее. Сочетание искренности лидеров и цинизма системы формирует уникальный баланс, который и держит страну на плаву. Но. Насколько он прочен? Пропаганда в России создает иллюзию, которая становится удобной альтернативой реальности. Для глубинного народа многих жителей бедных регионов пропагандистские лозунги о великой миссии и борьбе с врагами позволяют почувствовать себя частью чего-то большего. Это не просто слова. Это способ компенсировать отсутствие личных достижений или перспектив. Возьмем, к примеру, риторику о восстановлении исторической справедливости. Когда власть заявляет, что Россия борется с угнетением Западом или защищает традиционные ценности, она не столько убеждает, сколько дает людям эмоциональную опору. Эти идеи позволяют чувствовать гордость за страну, даже если в реальной жизни гордиться нечем. Но поддержка власти в этой среде – это не только про идеи. Контрактная служба в армии стала реальным социальным лифтом для многих. Молодые и не очень молодые люди из бедных регионов идут на войну не ради патриотизма, хотя есть и такие, а ради стабильной зарплаты, подъемных, компенсаций и возможности выбраться из нищеты. Родня военных часто зависит от этих выплат, а обещание социальных гарантий становится сильнее любых идеологических призывов. В то же время трудно утверждать, что глубинный народ слепо верит во все, что говорит власть. Здесь действует скорее инерция. Ложь воспринимается не как истина, а как нечто привычное. Это ритуал, который принимают, потому что альтернативы кажутся еще хуже. Принять слова власти проще, чем задаваться вопросами, на которые все равно нет ответа. В итоге связь глубинного народа с системой держится на двух опорах – символической и материальной. Первая дает ощущение принадлежности к великой державе, даже если это всего лишь иллюзия. Вторая обеспечивает выживание там, где больше ничего не работает. Это не вера, но и не протест. Это компромисс, который устраивает и власть, и тех, кто от нее зависит. Но этот баланс хрупок. Материальные стимулы могут исчезнуть, а иллюзии перестанут работать, если реальность станет слишком очевидной. Образованный класс. Интеллигенция. Это та часть общества, которая, как правило, наиболее критически воспринимает риторику власти. Они видят ее слабости, противоречия и откровенные манипуляции. И все же поддержка системы среди этой группы остается значительной. Но почему? Часть объяснений лежит на поверхности. Для многих поддержка власти – это малодушие. Они убеждены, что альтернативы кажутся еще хуже. Крах системы может привести к хаосу, социальному распаду или приходу к власти еще более радикальных сил. Страх перед этим сильнее недовольства нынешним порядком. Еще один мотив – это прагматизм. Государственные служащие, преподаватели, предприниматели знают, что лояльность системе открывает доступ к ресурсам, карьере и возможностям. Здесь поддержка власти становится вынужденной. Не из-за убеждения, а ради выживания в заданных условиях. Но все сложнее, когда речь заходит о тех, кто искренне поддерживает правильный путь. Даже если они не всегда верят своему лидеру или официальным заявлениям, они убеждены, что направление движения страны – верное. Эта вера становится способом компенсировать внутренний конфликт. Ведь если человек остается в этой стране, он вынужден как-то оправдывать свой выбор перед собой. Если я здесь, значит я верю, что все не так плохо. И здесь возникает еще один парадокс. Вера может быть способом избежать когнитивного диссонанса. Если ты осознаешь, что система лжет, но продолжаешь жить в ее рамках, то выбор верить в великую миссию становится защитным механизмом. Эта вера не в слова власти, а в идею, что за всеми ошибками и противоречиями скрывается что-то важное и истинное. Эта вера, однако, не делает систему сильнее. Она удерживает людей от открытого несогласия, но и не превращает их в фанатичных сторонников. Это форма самооправдания, а не настоящая поддержка. А также сложный узел из малодушия, страха, прагматизма и сакральной веры. Она может казаться крепкой, но на деле это баланс, который держится на глубоком внутреннем конфликте. И чем сильнее этот конфликт, тем менее устойчивой становится система. Можем ли мы проводить параллели с СССР? И совок, и Россия построены на монополии власти, тотальном контроле над информацией и ритуальной лояльности, которая все меньше подкрепляется реальной верой. Но насколько точно такое сравнение? В позднем СССР общественное недовольство накапливалось годами. Лозунги о светлом будущем перестали работать, потому что экономические проблемы становились все очевиднее, а партийные элиты погружались в стагнацию. Власть опиралась на страх, но этот страх ослаб, как только началась минимальная либерализация. Современная Россия выглядит по-другому. Лозунги о великой миссии звучат не как обещание будущего, а как оправдание настоящего. Их цель – не вдохновить, а отвлечь. Вместо того, чтобы предлагать перспективу, власть заполняет пространство угрозами. Если не мы, то хаос. Это ключевая разница. Если советская власть была изначально идеологической, то современная российская система больше напоминает механизм управления страхом и инерцией. Еще одно отличие – лидерство. Поздний совок был системой, в которой партийная структура была важнее конкретных лидеров. Сегодня же российская власть сосредоточена вокруг одного человека. Владимир Путин стал символом системы, и ее стабильность напрямую зависит от его фигуры. Эта зависимость тесно связана с его мечтой – воссоздать Советский Союз. Именно для этого Путин бомбит Украину, пытаясь вернуть территории, которые когда-то принадлежали Совку. Он видит свое место в истории как вождя, восстановившего империю. Но это попытка вернуть прошлое, которое ушло навсегда. Современная Россия не может стать СССР снова. Мир изменился, а вместе с ним и сама страна. В 21 веке невозможно построить изолированную империю, в которой страх заменяет идеологию, а личная власть – структуру. Совок рухнул, когда прошлое перестало отвечать на вызовы настоящего. Тот же путь ждет и Россию, если она продолжит следовать за тенью, которая больше не существует. Система, где ложь – неотъемлемая часть, а отказ от нее равносилен саморазрушению, не может быть прочной. Советский Союз, который казался вечным, рухнул, когда ритуалы потеряли смысл, а реальность стала слишком очевидной. Современная Россия повторяет ту же ошибку. Проблемы не исчезают от того, что их заменяют мифами, а попытка управлять обществом через ложь неизбежно приводит к точке, где иллюзии становятся бесполезными. Пока ложь остается главным инструментом, Россия строит свою великую державу на зыбучем песке. А реальность, как известно, не любит иллюзий. Она всегда побеждает. И тогда вопрос будет не в том, почему система рухнула, а в том, почему она вообще держалась так долго. Спасибо за внимание, друзья. Хочу отдельно сказать огромное спасибо нашим спонсорам, которые уже не первый год поддерживают авторов. Ваша помощь позволяет проекту существовать и развиваться. И это очень здорово. А кто еще не с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а самое главное сегодня – это поддержка украинских сил обороны. Не забывайте донатить. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!